Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 20 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 47100 человек, за прошлые сутки оно увеличилось на 4268 человек. В России выздоровело от коронавируса 3446 человек. Всего в стране от коронавируса умерло 405 человек, а это 44 человека за последние сутки. На следующей неделе могут появиться признаки, что Россия выходит на плато в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, то есть число новых заражений может перестать расти. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим, сказал он. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о гладком течении эпидемии в Москве. Принятые меры самоизоляции в столице позволили избежать вспышки заражения коронавирусом и сгладили интенсивность эпидемии, отметил он. В первую пятерку городов России, где жители наиболее строго соблюдают меры самоизоляции, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Уфа. Рейтинг составил Райфайзенбанк на основе транзакций клиентов. Эффективность обычного и антибактериального мыла против коронавируса одинакова, выяснили в Роспотребнадзоре. Антибактериальное мыло может и не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий, однако может смыть, как и любое другое, уточнили в службе. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей.